привет всеми дорогие воскресный день всех с малой пасхи христос воскресе сегодня у нас с вами и будет евангелие от захей богатый из такой административно властью наделенный человек проявил определенное детское сервение о которой господь и нам благовествует в евангелии подразумевая что вы сегодня были в храме и видели видели говорю слышали евангельское чтение церковно славянском как обычно читая его на русском здравствуйте здравствуйте добрый вечер добрый вечер александр значит давайте дорогие почитаем и потом поговорим о евангелии и немножечко по вашим вопросам пройдемся потом иисус вошел в ерехон и проходил через него ерехон это одно селение такое даже можно сказать город помните в ветхом завете ерехонское трубающе когда ходили вокруг города не могли его взять и после того как несколько раз обошли вокруг него ерехонские стены рухнули ну вот и вот некто именем захей начальник мытари и человек богатый искал видеть иисуса кто он и не мог из-за народа потому что был малого роста вот здесь я немножко сразу остановлюсь в церковно славянском вы слышали возраста молбе то есть кто-то может подумать что молодой был на самом деле не в именно молодости в годах а именно в росте он был маленького роста ну и мы знаем что господь тоже высокий не был он среднего роста был поэтому некоторые их зачастую или высоко залазили даже на деревья чтобы увидеть господа потому что его часто окружало много людей вот и здесь сделается акцент что богатый человек и мытарь а кто такой мытарь это человек который может сказать в структуре налоговой системы судебных приставов и вот такой богатый человек и и забежав вперед в лес на смоковницу то есть на церковном славянском языке на и ягодичную дерево то есть на пола плот который имеет дерево вот ну давайте будет постараюсь меньше останавливаться что потом разобрать все таки смоковницу что ему надлежало проходить мимо то есть о христе речь идет иисус когда пришел на это место взглянул и увидев его и сказал он за хей то есть он знает его имя а почему мы об этом скажем сайди скорее ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме и он поспешно сошел и принял его с радостью и все видя то начали роптать и говорили что он зашел грешному человеку сейчас у меня есть вопросы да спасибо господи за хей же стал говорить господу господи половину имени моего я отдам нищим а если кого чем обидел воздам в четверо иисус сказал ему ныне пришло спасение тому сему потому что и он сына в раму ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего вот такое у нас евангельское чтение сегодня которое мы сейчас еще разберем во первых да за хей почему господь его знает что за хей есть несколько версий одна версия что за хей тайно но помогал нуждающимся и ну те люди которые зачастую окружали господа она они поделились кто это то есть когда господь его увидел ему сказали что это за хей а вторая версия конечно же более вероятно господь сердцеведец и он знал кто это и вот видя его детскость даже не столько детскость а детский поступок такое рвение желание увидеть господа хотя человек он был богат и мог бы себе как-то ну создать условия что ли там заплатить несколько денежек чтобы несколько людей там создали какой-то коридор да элементарно чтобы ближе к господу подойти или отдельной встречи попросить то есть ну мог воспользоваться своим финансами но здесь он не пользуется финансами он сам рвение души своей проявляет почему же когда господь им говорит слази сегодня в твоем доме буду почему они начинают роптать потому что господь осуждает как ты критому грешнику можешь прийти а почему грешник разве не все были грешниками и есть по большому счету один господь только без виха мытари они собирали налог для римской империи и даже если ты еврей не суть важно захей захей как мытарь был в презрении у еврейского народа и считалось что он самый наверно великий грешник потому что он с еврейского народа собирал деньги и не во благо скажем так еврейскому народу вот поэтому даже тут еще один важный момент поскольку он испытывал в себе вот в том числе такое презрение народа и как час говорит деньги приносят счастье вот данном конкретном ситуации мы видим что счастья-то у него нету и он это счастье искал хотел увидеть в боге вот вам и ответ можно ли при наличии больших каких-то денег или количества быть счастливым ну я думаю некоторые состоятельные люди наверное со мной бы согласились потому что с некоторыми мне доводилось очень богатыми людьми общаться говорит можно по миру поедет разные машины яхты квартиры иметь все равно приходит в один момент пустота потому что всем этим материальным ты уже насытился поэтому уже тебя это и не радует вот что здесь еще важно господь говорит а вот здесь когда захей слазит с дерева он говорит что продал полное имение своего и раздав нищим то есть еще больше добродетельства нежели обычно а если кого обидел во всю возвращусь четверицу а считалось что если человек допустим у кого-то что-то своровал присвоил свое не свое то по закону он должен был в 4 раза больше вернуть то есть он принародно кается нам говорит что я готов верну в 4 раза больше если все-таки найдется тот у которого я если вдруг меня обличат что незаконно что-то забрал и вот здесь так я немножко пролистал вот здесь очень важный господь говорит и ныне пришло спасению дома твое потому что и он сыном он есть сын Авраама то есть во первых дома спасение почему потому что господь принимает его покаяние сын Авраама именно по наименованию его желанию быть праведным человеком то есть не на словах а на делах и наверное последнее на чем здесь нужно сделать акцент господь о себе говорит сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего то есть что значит взыскать то есть найти и господь в этом конкретном случае говорит вот я его нашел и пришел теперь его спасти то есть каждому господь и ищет какой-то путь чтобы его жизни в его жизни потрудиться так чтобы мог он спасти но без нашего соработничества нашего же спасения не получится ну вот такое у нас евангельское с вами чтение которое конечно церковно-славянском краше звучит безусловно и в шейше проходя и рехон семуш на рецам духи и себе старий мытар и тоби богат и скажешь ведь иисуса кто есть и не мажашу от народа яка возрастом лбе все таки церковно-славянский язык он очень красивый он более глубокий и замечательно вот для души отображается вот ну что вот такое мы сегодня евангельское с вами чтение читаем это последняя можно сказать седмица то есть неделя перед уже подготовительными неделями перед великим постом следующая неделя у нас уже будет неделя о мытаре и фарисее это первая уже будет неделя подготовительно к великому посту потом у нас неделя о блудном сыне потом о страшном суде и изгнание адамы и евы из рая то есть это уже сырная так называемая или просто на роде называется масляная неделя ну естественно она не игривая не развлекательная потому что абсурдно было сейчас мясо запретили а теперь пейте и веселитесь естественно она все более и более нас подвигает к подготовке первой седмицы великого поста ну что мои дорогие я готов отвечать на ваши вопросы и с радостью проведем этот эфир так здравствуйте батюшки здравствуйте у нас в казахстане тоже это объяснили сегодня я очень здравствуйте здравствуйте кем был в прошлой жизни кем были в прошлой жизни я никем не был у меня одна жизнь один путь который я хочу максимально прилагаю усилия соблюсти так чтобы получить добрый ответ от господа добрый вечер батюшка спасибо господи слава боже апост какого числа начинается если не ошибусь по моему по моему со второго числа ну вот прибавляем сейчас я посмотрю если быстренько найду здесь календарь у меня просто я не перед компьютером перед глазами нет у меня к сожалению календаря вы бы меня спросили что утром было или вчера но если не ошибаюсь по моему второго числа в конце месяца в общем у нас вот последние дни начинаются перед великим постом так ну и что я немножко переключился хотел вам ответить какого числа пост так задавайте мои дорогие вопросы я вот здесь смотрю читаю пока не вижу ваших вопросов дело в том что я не перед компьютером вот у меня телефон с которого я в общем чате могу видеть у нас задержка видео идет где-то ориентировочно около 12 секунд между тем как я сказал и как вы это услышали поэтому немножечко происходит такая пауза но я жду ваших вопросиков на этой неделе милости божия вернулся с москвы были раздействительские чтения которые ежегодно проходят москве замечательные чтения очень много площадок открытие у нас было в храме христа спасителя в святейший патриарх Кирилл возглавлял службу и уже понедельник праздничное открытие можно сказать концерта в кремлевском дворце съездов и дальше у каждого дня уже много много секций очень интересных в этом году мы тоже такое закрытое у нас была встреча она не тайная была ну просто чтобы без афиширования СМИ не присутствовало мы встречались с батюшками блогерями которые ведут интернет в интернет пространстве свою работу вот также встречались с руководителем синодального отдела по СМИ с Легоидой Владимиром очень умный человек образованный добродушный дипломатичный но такие у нас рабочие были встречи то ли а вот все таки выскочил вопрос слава богу а то я думал уже у меня зависло так скажите малое освящение храма может совершаться епископом я не вижу смысла епископом освящать малое если епископ есть он сразу глобально освящает скажем так фундаментально поэтому не вижу смысла малое как бы такое освящение может священник сам совершить потому что именно как бы ну когда совершается допустим малое допустим собака зашла там или женщина в алтарь зашла или там какой-то незначительно там кровь пролилась но не знаю там поранился человек и в храме допустим как бы храм это место бескровные жертвы вот как бы допустим от какого-то пореза ну и суть важна там ваза разбилась ее собирали вот человек порезался и как бы кровь была она в храме пролила пролита поэтому в таких случаях как бы малое освящение а владыка освящает как это положено и престол освящает и стены миром помазывает вот поэтому тут все глобально добрый вечер бачка как как вы считаете так давайте что читаю дальше напишите по что у меня ниже вопросов нету добрый вечер бачка сегодня мне задали вопрос как правильно накладывать на себя крест на знамене нужно ли при этом смотреть на икону задавшим вопрос один монах сказал что нужно а если смотреть вниз то якобы ты поклинаешь поклоняйся бесу ну это конечно мудрование по сути ну я и глаза могу закрыть перед собой образ представить да господа богородицы святых вот опять таки поклон я небес уж делаю я господу знак благовения его делаю и любви это уже мудрование какой-то бесу поклоняйся бесу ты поклоняйся когда ты матом ругаешься вот это это уже беседа не с богом а с лукавым поэтому понятно что мы как крестимся да четко не вот так вот не вот так вот четко складываем пальцы это троица это две природы христа божественные человеческие не торопясь во имя отца чтобы господь вошел в наш разум и очистил всякие скверны и сына на живот чтобы уврачевал наши телесные немощи и какие-то похоти и справа налево духа святаго чтобы душу наш укрепил и знак благения маленький поклончик все не на чем будровать некоторые ты еще руку не опустила голову наколняешь ты кресло маешь я уже руку убрал уже крест запечатался понимаете когда ты на ключ закрыл все замок закрыт там отпустил ты руку не отпустил но это уже из области фанатизма такого религиозного пехни знала что вы батюшка к нам в москву приезжали жаль могли повидаться так я заранее сообщал об этом и в трансляции говорил и пост писал что я собираюсь в ближайшее время быть в москве ежегодно на рождественное сечение когда я приезжаю на встречи с подписчиками в этом году тоже мы встречались молодцы активные были общались вот поэтому каждый год я в москве встречаюсь со всеми вами мои дорогие вот есть ли еще вопросы мои дорогие чуть-чуть подожду пока вы так один человек когда в храме приходит что нибудь утащит я ругаю что нельзя а она говорит наоборот что нужно а зачем ну во-первых чисто элементарно даже если это не храм это не твое по логике твоей ты не берешь если ты хочешь что-то с храмом взять ты возьми оттуда чистую душу свою это что такое храм это врачебница врачебница твоей души и ты туда приходишь уврачеваться а когда ты что-то хочешь спереть оттуда ты наоборот еще больше в болезненном состоянии оттуда и уходишь так редко в ВК бываю ну я в инстаграме делаю в одноклассниках делал пост конечно не надо что из храма брать можно конечно там допустим вы дома молитесь там свечку там лампадочку но опять же все благоразумно должно происходить всякое дело должно достойно быть любви а не сочувствия вот об этом я и говорю ну что человек может быть он немощен в грехе клептомании может вот грех воровства в человеке преобладает как лукавое начало может человек одержим вот этим лукавым грехом поэтому ну конечно нужно помолиться человеке и призывать к покаянию если священник отказывается причащать на дому тяжело больного и пожилых старух стоит ли ходить в храм на литургию к такому священнику ну конечно в храм то вы идете не к этому священнику а к Богу а то что он отказывается конечно это не похвально однозначно я думаю что в этой ситуации нужно об этом поделиться с логочином который смотрит за вот именно дисциплинарным и порядком и должен повлиять на эту ситуацию логочины это знаете как глава администрации в районе так клиптование это грех или болезнь я думаю так и так поскольку грех это раз совершил а много раз это страсть то это и как страсть и определенно может быть болезнь потому что на фоне каких-то в том числе комплексов и страхов вспомните допустим когда прошла Великая Отечественная война многие люди испытывая голод они по привычке пережив Великая Отечественная война они постоянно что-то прятали что-то запасали сугубо я одну бабушку досматривал пять лет я ее смотрел и как-то мы что делали а мы хотели новый септик выкопать потому что уличный туалет уже как бы не справлялся сам вот и мы стали копать и наткнулись на по-моему 18 литровую бутылку и там был сахар то есть закапанный в земле ну вот видите человек я когда спросил да я просто забыла когда-то закопала спрятала в смысле вдруг опять пригодится вдруг голодный год будет или на чердаке я там находил такие вещи там просто захламлено было где зачем а вдруг там опять вещей нету и тому подобное то есть это уже определенный страх на фоне комплекса это в ее случае это не грех был это вот какие-то были такие душевные травмы а как вылечить этот нендук возможно возможно конечно возможно то есть в ее ситуации надо разобраться именно были ли какие-то такие психологические травмы что-то забрали что-то она потеряла это первое это второй момент если этого не было то скорее всего это вот определенное желание адреналина в какой-то мере абсурдное какое-то это приобретение святости но святость другим образом приобретается не в определенном таком воровстве потому что придется в этом каяться и расплачиваться то есть это до времени здравствуйте здравствуйте задавайте еще вопросы мои дорогие висим так вроде не висим я смотрю у меня здесь все идет нормально не тормозит вроде не тормозит вроде вроде все хорошо не висим и я же говорю не висим слава богу если не висим так ну что мои дорогие если на сегодня у нас вопросиков больше нет то сегодня видите когда общий чат у нас не так живенько и в том числе пока не получается у меня видите по техническим причинам то поездки то командировки ребят сейчас через раз вот ребят со скайпа добавить я уже даже соскучился немного за ними и еще у нас когда я веду через другое приложение вот сейчас у нас трансляция на пять страничек четырех соцсетей идет трансляция в нескольких группах первый раз он пошел вот и когда я веду еще через одно устройство на тоже одну страничку в соцсетях там конечно вопросами заваливает но там очень много неадекватных людей к сожалению но тем не менее по крайней мере очень активно так как средоточиться на чтении молитв я читаю по полтора часа мысли далеко ну хотя бы пока так и пусть лучше полтора часа но по крайней мере все прочитаешь но вообще я всегда приветствую лучше десять молитв но четко благоразумно целенаправленно осознавая с кем чем полтора часа и половина в никуда конечно у меня тоже такое есть когда я сбиваюсь как какие-то мысли приходят там кровля потекла в храме еще что-то там я себя дисциплинирую возвращаюсь на начало молитвы читаю сначала так спасибо господи слава боже батюшка благодарю ну что мои дорогие храни вас господь давайте наверное завершать тогда эфир надеюсь уже в следующие выходные технически все будет нормально и мы с вами проведем вполне достойный еще эфир у нас следующий будет эфир посвящен уже наверное неделя седмица будет о мытаре и фарисее тоже интересно мы поговорим и посмотрим кто из нас заглянем внутрь себя кто из нас с вами мытарь а кто фарисей с вами был священник константин мальцев проект батюшка лава батюшка любовь мои соц странички группы пожелаю вам на предстоящую седмицу любви божией храни вас господь мир вам аминь обнимаю вас и мы любим